Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по существу». Сегодня мы беседуем с исполняющим обязанности директора кинотеатра «Горняк» Вадимом Мыльниковым. Вадим Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Вы всего месяц в должности исполняющего обязанности директора. Расскажите, что за это время, может быть, уже изменилось? До назначения исполняющего обязанности я полгода работал в должности заместителя директора. И в конце 2018 года мы успешно внедрили новую билетную систему в работу кинотеатра. Также переработали сайт учреждения и внедрили онлайн-продажи. В декабре 2018 года каждый пятый билет, проданный в кинотеатре «Горняк», это билет, проданный через интернет с помощью его сайта и мобильного приложения. В 2019 году мы продолжим развивать онлайн-продажи. Уже в этом месяце мы начнем работать с партнерами конкретно с Яндексом и Кинофишей. То есть билеты будут продаваться не только на наших площадках, но и на площадках партнеров, что в свою очередь обеспечит нам прирост клиентов. Также в 2018 году мы с помощью поддержки фонда кино открыли второй зал, так называемый малый зал. Зал рассчитан на 50 мест. Наши зрители по достоинству его оценили, потому что здесь стоит новейшее кинопроекционное оборудование, новейшая звуковая система и замечательный посеребренный экран. А могли бы подробнее рассказать об экране? Что это за такой посеребренный экран? В чем его необычность, уникальность, может быть? Посеребренный экран в паре с современным кинооборудованием обеспечивает контрастную картинку. То есть обеспечивает насыщенный черный и не слепит белым. То есть на нем отсутствуют блики излишние. А вот почему вы решили именно в таком формате сделать кинозал? Почему сиденья парные? На самом деле в 2019 году мы планируем продолжить усовершенствование второго зала. То есть здесь будут заменены кресла. Опять же большое спасибо мэрии города Македон, которая выделяет на это деньги. То есть все кресла будут заменены. Может быть что-то еще новое добавите в зале? Конкретно с залом, ну вот этим, наверное, все. Так же в 2019 году будет переработан кафе-бар «Минутка». Он будет оформлен в добром СССРовском стиле. Будет добавлен, ну, расширен на меню. Возможно появятся какие-то горячие блюда. Ну, надеемся, магаданцы оценят нашу вот такую задумку. А почему именно Советский Союз выбрали? Стилистика такая выбрана, потому что, ну, ничего подобного пока в городе у нас нет. Поэтому хочется, чтобы была какая-то изюминка, помимо самого огромного экрана в регионе. Вот у нас будет такое доброе кафе. А что еще нового, может быть, произойдет в этом году в кинотеатре? Какие-то еще новшества планируете вводить? В ближайшие месяцы мы приступим к тестированию терминалов самообслуживания. То есть наша цель – добиться того, чтобы человек пришел и буквально в три клика смог приобрести билет самостоятельно. При этом не тратя свое время на стояние в очереди кассы. Скажите, вот у вас, получается, за очень короткий период появилось много нового, да, в кинотеатре. Вот почему решили именно вот таким серьезным скачком все это изменить? И насколько это вообще сложно? Кинотеатр «Горняк» всегда был оснащен по последнему слову техники. И сейчас такое время, когда индустрия кино, оно меняется. То есть люди хотят больше самостоятельности. Они не хотят стоять в очереди. Они хотят подойти, взять билет и пройти на свой сеанс. Поэтому здесь ничего особого нет. А затронут ли изменения, может быть, основной зал? Или там будет все по-прежнему? В этом году большой зал останется без изменений. Конечно же, в планах и есть заменить там и кресло. Может быть, не все сразу, может быть, поэтапно производить эту замену. Но, по крайней мере, в 2019 году хочется закончить вот именно второй зал кинотеатра. Ну, то есть довести его дома. А вот в большом зале иногда бывает прохладно. Планируете ли как-то утеплять зал? На самом деле в большом зале мы мониторим температуру постоянно. Вот. У нас на входе есть термометр. Есть журнал, в котором мы записываем температуру. И температура там достаточно комфортная. Единственное, из-за большого помещения может быть, я не знаю, там укулетки, какие-то сквозняки. Иногда бывает действительно прохладно. Возможно, опять же, не в этом году, да. То есть в будущем мы установим некий кондиционер, если это поможет. Давайте поговорим о ваших фильмах. Как вы подходите к выбору лент для проката? Кинотеатр «Горняк» всегда берет фильмы, которые выходят первым экраном. Как правило, демонстрируются в кинотеатре «Горняк» на большом экране. Помимо премьерных фильмов, как художественных, так и анимационных, кинотеатр работает еще с ретроспективными фильмами, в том числе и бесплатно. Такие сеансы пользуются достаточно большой популярностью среди населения города. А вот что это за бесплатные сеансы? Что именно вы на них показываете? Старые – это фильмы новые. Как правило, это старые фильмы, вышедшие до 41-го года. Очень многие ценители, очень много людей ценят данный формат. И бесплатные сеансы осуществляются для людей с ограниченными возможностями. То есть это фильмы с тифлокомментарием и субтитрами. А уделяете ли вы внимание магаданским режиссерам? Да, в этом году, я надеюсь, у нас получится провести магаданский кинофестиваль, карткомментарий фильмов «Северный формат», который проводится уже ежегодно в течение, кажется, трех лет. Конечно, такой кинофестиваль хотел бы провести на театре «Горняк» на большом экране. Я думаю, это промотивирует магаданских режиссеров творить, снимать свои короткометражные ленты, видеоклипы и какие-то зарисовки. У нас очень много талантливых ребят. Насколько много вообще в магадане режиссеров, ребят, которые снимают кино, именно наших местных? В магадане достаточно много людей, которые увлекаются видеосъемкой, потому что сейчас техника стала доступной. Человек, грубо говоря, может взять мобильный телефон и снять достаточно хороший видеоматериал. Поэтому увлекающих себя людей много. И, к сожалению, очень многие из магаданских киноделов, как я их называю, они работают в стол. То есть они делают для себя, показывают максимум родным, близким и складывают в свой архив. То есть они не выносят свое творчество на большой экран. То есть это бы хотелось, конечно, исправить, в том числе с помощью подобных кинофестивалей. А может быть у магаданских творцов есть какие-то определенные тематики, чем-то отличаются от других регионов? Какой-то определенной тематики нет. У нас снимают и игровое кино, у нас снимают видеоклипы на музыкальные произведения, в том числе и магаданских групп. И очень много людей увлекаются так называемыми зарисовками. То есть это съемка природы. Ну а вообще вот в эру интернета, когда большинство фильмов можно найти в сети, насколько популярен кинотеатр и как поддерживать этот интерес? Дело в том, что люди ходят в кинотеатр, то есть даже не в кинозал маленький, а в кинотеатр, именно за эмоциями. То есть для многих людей это событие. Как правило, люди приходят либо компаниями, либо семьями. То есть для них это событие. То есть они одеваются, они покупают билет, заходят в большой зал и на огромном экране с хорошим звуком ознакомливаются с той или иной лентой. То есть это не просто просмотр кино вечером после работы. То есть это вот именно событие. Вадим Викторович, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели программу «Разговор по существу». Сегодня мы беседовали с исполняющим обязанности директора кинотеатра «Горняк» Вадимом Мыльниковым. До свидания.